Добрый день, ребята! Добро пожаловать в сказки страны Технария. Здесь вас ждут веселые изобретения, интересные знания и очень веселые танцы. Ну а сейчас давайте начнем с нашей сказки. Сегодня мы прочитаем сказку про воздушные шарики. Автор этой сказки, Надежда Рафаэля. Начнем? На лесной опушке, поросшей мягкой зеленой травой и белыми пушистыми одуванчиками, развелись зверята. Их было много, целый детский сад. Рысенок и бельчата, зайчишка и барсучок, енотики и лисенок, волчонок и мишутка беззаботно играли в густой траве. Больше всего им нравилось взять целую охапку одуванчиков, дунуть изо всех сил и смотреть, как веселая белая стая пушинок взвивается в небо. Любуясь на пушинке, они вдруг увидели что-то совершенно необыкновенное. Чудо висело на ветке огромного старого дуба и весело колыхалось от легкого ветерка. Разноцветное, красное, голубое, зеленое, желтое, оранжевое и розовое сразу. «Ух ты!» – воскликнули в восторге зверята и решили подойти поближе. Сквозь листву дуба они увидели большую связку воздушных шаров, застрявшую в дереве. Всем детям точно известно, что нет на свете ничего более желанного, чем воздушный шарик. Ведь с ним можно делать тысячу разных интересных вещей. Зверята – тоже дети. Они слышали, что в городе у ребят есть такие воздушные шары. Конечно, им всегда хотелось иметь такие же. «Как же нам их достать?» – спросил любопытный лисенок. «Секундочку, секундочку!» – переглянулись малышки-белки. Рыжие хвосты взметнулись вверх-вниз, и вот они уже у самой земли со связкой шаров. «Какая радость для зверят!» Всем досталось по шарику. Лисенок выбрал себе фиолетовый. «Как ночь!» – пояснил он. Бельчата выбрали розовый и красный, как наши любимые ягоды. Зайтишка выбрал оранжевый. Очень похож на морковку. Барсучок взял голубой. «Теперь у меня всегда будет кусочек неба!» – объяснил он. Лисенок взял желтый, как солнышко. Енотику понравился белый, как полоски у меня над глазами. Волчонок взял синий шарик, как колокольчики на лугу. А мешутке достался зеленый, как наш лес, – сказал он. И все были очень довольны. Каждый взял себе свой шарик за ниточку и побежал домой. Зверятам так понравились шарики, что даже во сне они не отпускали их. И переворачивались очень аккуратно, а то вдруг воздушный дружок лопнет. Каждый берег свой шарик и никому его не отдавал, даже на время. Очень уж было жалко расставаться с таким сокровищем. Но вот однажды, гуляя по лесу, они увидели, что большая коряга завалила вход в крольчью нору. Бедная крольчиха никак не могла попасть домой. Она пыхтела и изо всех сил старалась двинуть корягу с места. Но ничего не получалось. Ребята стали помогать. Раз, два, три взяли, но, к сожалению, коряга так и не сдвинулась с места. А ведь мы могли бы помочь крольчихе, – сообразил енотик. Если привязать наши шарики к коряге, она потянет ее вверх и освободит вход. Но зверятам эта идея не понравилась. «Крольчиху, конечно, жалко, – сказал волчонок, – но потерять наши шарики мы их так любим. Нет!» И он ушел со своим синим другом. «Нет, – сказал лисенок, – и ушел с желтым. Нет, нет, – сказали остальные, и скоро возле норы никого не осталось». Зверята попытались вести себя, как ни в чем не бывало, но играть стало уже не так интересно. А енотик все время думал о крольчихе. Все-таки нужно ей помочь. В конце концов он вернулся к кроличьей норе. «Крольчиха, я помогу тебе. Нужно только привязать шарик к коряге». Но нитка у шарика оказалась слишком короткой. «Пойду попрошу Мишутку», – сказал енотик. И отправился за другом. «Вот еще чего надумал. Бесполезно это дело», – проворачал Мишутка. Но все-таки он привязал два шарика к коряге. А тут и волчонок подошел. «Привет, что-то вы делаете?» Я как раз мимо проходил и подумал. «Как же крольчиха без дома останется?» И волчонок привязал свой шарик рядом с шариками енотика и мишки. «Теперь их было уже три». Прискакал лисенок. «А вы уже тут?» «Здорово!» Он махнул хвостом и добавил свой шар к другим. Прибежали на перегонки бельчата и затараторили, кто первым привяжет шарики. Затем и остальные зверята присоединились, ведь хороший пример заразителен. Все хотели помочь. Последняя привязала свой шар рысенок и... «Ух ты!» Шарики взлетели в воздух, а вместе с ними поднялась и коряга. «Да это же настоящее чудо! Мы с крольчатами сможем вернуться в наш дом и не останемся ночью на улице!» Запрыгала от радости крольчиха. «Спасибо, мои дорогие!» Бросилась она обнимать зверят. «Не стоит благодарности!» Ответили они хором. «Настроение у них было замечательное, ведь так приятно сделать хорошее дело. А еще приятнее сделать его вместе!» «Вместе нам любое дело под силу», — думали зверята. Им совсем не было жаль своего богатства. Они взялись за руки и решили никогда не расставаться. Вот так вот, ребята. Какими бы ни были прекрасными шарики зверят, они все равно выбрали дружбу и доброту и помогли крольчихе. Ну а я вам советую делать все сообща и дружно, и тогда у вас точно все получится. Ребята, а у нас в стране Технарии тоже есть шарики. Правда, они не летают так высоко, как в сказке. Да и худые какие-то. А знаете, я предлагаю сделать из них настоящие цветочки. Не верите? А я вам сейчас покажу. Итак, для этого нам понадобится насос и шарик. Надуваем шарик. И поехали! Ой, посмотрите! Ого! Какой-то червярик. Оп! Какой-то червярик получился, правда? Длинненький. Можем его чуть-чуть подздуть. Ой! Вот такая вот у нас желтая сосиска. Завязываем шарик. У вас получилось? Продолжаем. Теперь нам нужно связать два кончика шарика. Вот так, чтобы получился кругляшок. Связываем. Оп! Похоже на фоторамку. У вас так же? Тогда продолжаем. Дальше мы сворачиваем шарик в таком вот положении. Он очень легко гнется. Не бойтесь, он точно не лопнет. А теперь чуть-чуть его повернем, чтобы он у нас закрепился. У вас должны получиться вот такие две линии. Хорошо. Теперь сделаем банан из этого шарика. Это просто. Нужно разделить зрителя на три равные части и свернуть их. Вот так. Раз. Соединяем. Сворачиваем также вторую часть. Оп! Смотрите, гармошка. Берем ее вместе. Берем ее вот таким образом, как будто бы собрались играть на гармошке. Оп! Можно немножко, не бойтесь, можно немножко даже ее вот так вот чуть-чуть прижать. Они у вас точно не лопнут. Похоже на бананы, правда? Только несъедобные. А теперь нам нужно все это взять в одну ручку. Если у вас не получится вдруг, попросите родителей, они вам помогут. Оп! Перекладываем все в одну ручку. Очень музыкальные шарики. Вот так получился бантик. А теперь доворачиваем, чтобы они у нас закрепились. Ой-ой-ой! Оп! У вас получился цветочек. Можно его чуть-чуть разровнять, чтобы лепестки были красивые. Вот так вот. Но что-то ему не хватает, правда? Серединки и листочка. Сейчас мы это с вами сделаем. Это будет еще проще. Берем второй шарик. Также его надуваем. Вы ведь уже научились этому? Поехали! Ой-ой-ой! Какой длинный у нас листочек получился! Можно его немножко спустить, чтобы вам было легче. Также его завязываем. А теперь в том месте, где мы завязывали шарик, сгибаем его. Чуть-чуть совсем. И завязываем. Вот таким образом. Оп! Так у нас с вами получилась макушечка. Ой, плохо закрепилась, наверное. Ничего. Сейчас мы ее завязываем. Это будет серединка цветочка. Теперь осталось соединить две детали. Делается это просто. Между двумя стебельками просовываем нашу серединку. Оп! Выглядит это вот так. Можно опять разровнять шарик, чтобы все было наверняка красиво. Ну что, получился у нас цветочек, правда? Можно сделать к нему еще стебельки. Тоже сделаем гармошку. Оп! И по центру закручиваем шарик. Первый цветочек у нас готов. Теперь нужно сделать таким же образом еще два цветочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, ребята, у нас получились три красивых и три совершенно разных цветочка. Похожи на настоящие, правда? Целый букет собрали! И знаете, я думаю, что вы можете подарить этот букетик маме или бабушке. Им точно понравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, мы ведь с вами находимся в стране технарии, поэтому мы можем немножко пофантазировать и создать еще что-нибудь интересное из этого шарика. К примеру, мы можем сделать из него глазки. Вот такие. Кстати, в английском глаза будут айс. Давайте повторим вместе. Айс. Здорово. А еще можем сделать большие-большие красивые губы. А по-английски губы будут липс. Давайте вместе. Липс. Здорово. А еще можем сделать нос, прямо как у дурочина. Нос в английском будет нос. Давайте еще раз. Нос. Замечательно. А если мы сделаем с вами большое-большое гигантское ухо? Ухо, кстати, в английском будет ears. Давайте вместе. Иерс. Здорово. А еще самые-самые смешные косички. Волосы. Хэ. Давайте вместе. Хэ. Здорово, ребята. Ну а теперь давайте поиграем в такую игру. Я вам показываю картинку, а вы вспоминаете, как это слово будет по-английски. Давайте попробуем. Например, первая картинка. Что это такое? Правильно. Это нос. Нос. Давайте дальше. А это волосы. Хэр. Молодцы. Следующая картинка у нас. Уши. Иерс. Замечательно. А вот это что такое? Глаза. Eyes. Ну и последняя картинка. Носик. Нос у нас будет nose. Ну и последняя картинка. Это ведь губы. И губы в английском. Липс. Замечательно, ребята. Ну что ж, когда мы все с вами выучили, мы с вами можем потанцевать. Ну что, ребята, а теперь предлагаю потанцевать с нашими красивыми цветочками. Только танцую очень-очень весело. Так же я тут наши цветочки. А теперь дарим всем цветочки. А теперь как барабанными палочками поиграем немножко с ними. Ну что, ребята, продолжайте танцевать, веселиться. А я говорю вам всем. Пока-пока.